Как Телеграмм стал райом для китайских извращенцев? Мне просто интересно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Мне просто интересно. Мне просто интересно немножко. Прям чуточку. Вот и все. А что? А... Неделю назад я наткнулась на один Телеграм-час более чем 40 тысячами китайцев, где активно делятся интимными фотками и роликами девушек, снятыми без их ведома. У моей девушки п***ки маленькие. Хотел бы попросить с вашими. Конкурс дня. Давайте делиться ножками и попками из офиса. Жена-трубка. Ой, я тоже час снимаю, трогаю жену моего-трубка. Как у вас получилось снять свою девушку? Да, достаточно снять сзади. Скажи, что отвечаешь на срочное сообщение по работе. Давно мечтаю об еб***ке корреке. Так на поисно-творном. И от*** ее. Девушка, жена, сестра, однокрупница, коллега, соседка или просто рандомная прохожая. Любая девушка может быть пойманной в объектив камеры и стать героиней грязной фантазии с 40 тысяч участников группы. Но эта группа самая безобидная среди тех, о которых я вам расскажу. Всего за полчаса, наверное, без каких-либо сложностей. Подожди, это самое безобидное? Охренеть, что там происходит у них? Стало очень интересно, скажу сразу. Я нашла еще более 20 подобных крупных каналов в Телеграме, где ежедневно выкладываю съемки девушек скрытой камерой. Из гостиниц, разевалок, салонов красоты, библиотек, школьных классов, общежития, общественного транспорта, общественных туалетов или из квартир девушек. А в чем прикол? Ну, то есть, так фоткать, это же бредово немного. Если у тебя стоит член, иди подрачи. Ну, просто, ну, открой порнуху, подрачи, ну, это же тупо. Ну, Аки, ты фоткал какую-то девчонку, там даже сексуального-то ничего нет. Иди, открой порнуху, подрачи, ну, это же максимально тупо, я просто не понимаю. Снятые через взломанные домашние видеонаблюдения. Несовершеннолетних среди этих девушек. Ребят, может, Китай, ну, порнхаб закрыт, я не знаю. Девушек полным-полно, у некоторой группы есть еще специальные тематики, например, школьные туалеты. У этих групп и каналов по 20 тысяч, 100 тысяч, 650 тысяч подписчиков. И по сравнению с той любительской группой, где братаны просто по доброте душевно помогают друг другу маструбировать, обмениваясь фотками девушек. Блять, я помогаю другу маструбировать, это очень странно звучит. Бесплатно они отличаются высокой организованностью, профессионализмом и гигантской прибылью, о которой вам даже сложно представить. Какая там прибыль? Это же, по сути, группа дрочеров, которые скидывают фотки, но они просто нуебнутые люди, которые сидят и дрочат. Ведь это не группы извращенцев, а команды профессиональных преступников. Я не деру просить... Макс там жарил в Китае, все только с ней, думаешь, они из-за этого подрочить не могут? Это же прям максимально странно. Ну окей, воспользуйтесь воображением, ну, закройте глаза и представьте то, что вам нравится, и подрочите. Воспользуйтесь воображением, господи, это не так сложно, как вы думаете. И дело в этих чатах и каналах проникло еще в несколько скрытых групп, которые исключительно для VIP-клиентов, чтобы вам рассказать об этой масштабной индустрии в Китае и о том, какую важную роль играет в ней именно Телекрам. Мы с вами спустимся в адский ад, проанализируем, продегустируем говеное говно. И чтобы постраховаться от тошноты, поговорим сначала кое о чем веселом, о путешествиях, море, горе. Я и думал, что реклама будет какому-нибудь, знаете, там, венлайна. Ры, сафари, воздушный шар, круиз по фиорам, там все было бы так замечательно, если бы не бесконечные хлопоты с покупкой пилетов, оформлением страховки, броню отелей, дуров, ресторанов. Тут прям бы надо... Не-не-не-не-не-не-не-не. Такое, потому что это настолько распространенное повседневное явление, что посчитать количество подобных случаев, это как посчитать, сколько песчанок на пляже невозможно и безмысленно. Например, в 2019 году полиция города Тенинг была арестована группа преступников, которая занималась установкой шпионских камер в гостиничных номерах. Подожди, это реально шпионская камера? Она похожа на комара. Сука, а что если... Лять, это просто плюс фобия теперь. И это вот примерно то же самое, что, помните, было в одной из серий сериала «Счастливы вместе». Там тоже Елена Полена поебалась столиком, вроде как, и Гена Букин с Дашей, и они потом подали в суд на женщину, владельца отеля, который снимал все это. Вот примерно то же самое. Вот контент, они вот это вот. 200 класс, следя за тобой. А полиция города Унчжоу в том же году задержала 32 человек, которые взломали несколько сотен тысяч камер видеонаблюдения в частных квартирах по всему Китаю. Камеры управлялись ими дистанционно, поворачивались, приближались и одолевались. А люди просто не замечали этого? Чтобы не пропустить ни минуту из жизни хозяев дома. Хотя это реально шпионская же камера, на это ты даже не обратишь внимания. Даже их шепот был четко слышен. Помимо интимных видеозаписей, платного доступа камерам и программы, которые позволяют взломать более 100 камер в минуту, предоставляли еще индивидуальные услуги. За кем? Не, если я в Китай поеду, я ни в коем случае в отеле жить не буду. Я не знаю, я лучше на улице поживу, походу там безопаснее. Хочешь посмотреть, взломают и его домашнюю камеру наблюдения. А если нет камеры в квартире человека, то установят зажигалка, пуговица, часы, очки, шапка, камера. Стоп, у меня очень много китайского. Так, тварь, где у тебя? Где у тебя она? А? Признавайся, где она? Сука, где она? Тут? Не вижу. Тут может. Лять, надо будет ее убрать в другой угол. Что у меня еще китайского есть? Микрофон FIFINE. Так. Где теоретически может находиться камера FIFINE? Я на вашем месте тоже посмотрел свои китайские приколяхи. Походу они снимают то, как мы дрочим. Камеру можно установить буквально на любом предмете. Бывают даже такие троси, камера в опоре, а регулятор в ручке. И это все лишь верхушка айсберга. Преступники, использующие шпионские камеры или хакерские программы, которые все-таки подвергаются более строгому контролю полиции, занимают очень маленькую часть в этой индустрии. Большинство снимают на телефон. В китайском App Store было легко найти такие приложения, замаскированные под браузера или калькулятора, которые позволяли снимать фото и видео в фоновом режиме. В сведу человек просто использует браузер, а на самом деле снимают. Это гениальная штука. Мне это нужно. Не для того, чтобы фоткать сиськи. Просто бывают моменты, когда я хочу посмотреть на человека или что там происходит, но меня просто, ну я стесняюсь немножко. Я пытаюсь через телефон чекнуть, что происходит. И фотки и видео сохраняются в скрытых папках внутри приложения. Ну, допустим, знаете, как бомж танцует тектоник? А я ж, ну, как бы, я, если буду смотреть, я как будто его обижу. Я такой, надо с телефоном посмотреть. Некоторые даже пощаляют пользователей делиться снятыми ими фотками в комьюнити для доступа к более продвинутым функциям. Замязывало, что человек тебя снимают, но в албоме его телефона ничего не найдешь. Даже за фиксированными доказательствами опратишься по лицу, что удается делать, наверное, только одной из десяти девушек. Ты снимал фокусы деда. Не, подожди, фокусы Вовы Шансона – это другое. Он сам дал мне разрешение на съемку этого видео. В лучшем случае он получит административный арест на пару дней или обойдется штрафом на несколько сотен юаней. В Китае я к уголовной ответственности привыкаюсь только за распространение и торговлю, партнографию. И обычные полицейские, поймав какого-то извращенца в автобусе, в лягре будут копаться дальше, удалил, выплатил штраф и все. А 100 юаней – это сколько в рублях получается? Я просто курсик не особенно знаю. Те более громкие кейсы объединят еще одна общая черта, что их начали раскрывать именно на этапе продажи, которая совершалась через китайские соседи. Здесь многие, наверное, уже догнаются. Ну так, кстати, на самом деле не шибко приятно. Я бы не стал фоткать, дорого. Нали, если... Да-да-да, если что, в том плане, стоило бы рублей 300, я как бы, да, пошел бы сразу работать в этом бизнесе. Из всей цепочки преступления, следя только за одним звеном, то достаточно это звено перемести место, куда не дотянутся правоохранительным органам. Этим местом внезаконно трякитайских преступников и извращенцев и стал Телеграм. Справедливость России, я должна сказать, что... Не, в Телеграме вообще столько всего можно найти, я с этого в ахуе. Я помню, когда делал ролик по геншин импакту, ну, я же вам в видосе заблюрил вот эти, получается, переписки, где чувак разъебашил голову коту камнем, ну, потому что он похож на Скару. А, ну, я-то видел это, и это пиздец. Помним, вредным контентом на китайском далеко не только Телеграм, а почти все иностранные соседи, даже можно сказать... Как ты это нашел? А я, короче, делал китайские запросы, понял? Потому что вот на Reddit, на самом деле, там очень плохо рассказали. То есть они взяли, получается, китайский рассказ и перевели его на английский. Но половину всего самого интересного с ссылками, с названием, именами, они просто забили хуй. И если ты покопаешься именно на китайском интернете, то как раз-таки найдешь и видосики, и все-все-все, что тебе нужно. Есть глобальный интернет. Вне китайского великого фарвола образовалось такое киберпространство, где с одной стороны отсутствует контроль китайской власти, а с другой стороны отсутствует цензура от самой платформы, нацеленной на контент на китайском языке. Потому что они изначально не ожидали пользователей из матерского Китая, алгоритмы и персонал очень плохо подготовлены. Например, твиттер на китайский давно уже переводится как портнография и проституция. Вводишь одно и то же слово, например, Пекин на английском и на китайском, получишь совершенно разные результаты. А в Терекран... Они вообще гении или чё? Ну то есть, да, это уродская какая-то херня, но это гениально. Это просто гениально. Они просто берут платформу, которая, казалось бы, против всего вот подобного говна, и просто пользуются ей как чем-то второсортным. Такие, ну давайте вот до платформы для дрочки. Давайте, просто сделаем вот так. Например, Пекин на английском и на китайском получишь совершенно разные результаты. А в Терекране, который так уже отличается от других платформ, более высокой защитой конфиденциальности, контроли над контентом на китайском ноли. Плюс его функции прям собственные для монетизации этих групп по распространению интимных фоток девушек. Существует обычно одна общая группа, куда привлекают людей из разных сайтов, других соцсетей или поисковика на китайском внутри Терекрана. Вот в одном из таких поисковиков, по слову, скрытая съемка, сразу выталла более тысячи каналов и 800 чатов. В общих группах показывают предварительную версию видеороликов или выкладывают их только в определенное время с автоуталением. Если хочешь смотреть полную версию всегда, то такую возможность предоставляю только в платных группах. Вот, например, из... Ля, это же реально крипово. Это очень крипово. Ну, то есть, если... К счастью, у нас такого говна нет. Если бы жил в Китае, я бы на самом деле напрягся. 150 я, не, я получил... Хотя, блядь, чё я напрягся бы? Я мужик. На самом деле, мало кто хочет на мужиков дрочить, поэтому я думаю... Хотя... Да не, 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 не. Были бы мужики, она показала бы мужиков, она только женщин показывает. На мужиков дрочить никто не хочет, это тупо. Киту с более чем двумя тысячами участников и пятью тысячами видеороликов. В этих роликах в основном преследуют девушек в общественных местах, домокаются, снимают под юбкой, мастурбируют на них. Некоторые ещё с хэштегом облава, то есть сразу несколько мужчин с разных сторон тебя осаждают и с разных ракурсов снимают. Честно говоря... Чего? В смысле осаждают? А полицию вызвать вообще не работает? Блядь, или... А, она просто даже не заметит. Если бы я была извращенцем, я бы посчитала эти 150 пьяни с самой выгодной тратой за всю мою жизнь. Папки чата по разным тематикам, поиск ролика по фотокероине, поддержка тёплой атмосферы в группе. Тут организаторы прям с высшим профессионализмом и энтузиазмом. Профессионализмом? Профессионал по дрочке? Пиздец! Профессионал по великую карьеру. Некоторые даже обещали раскупить вес подобных контент, которые могли бы встретить в интернете и делиться с протонами в вип-группах бесплатно. А в некоторых авторских каналах, то есть где организаторы и есть создатели контента, есть ещё... Так я дрочмен! Да-да-да-да, дрочмен! По индивидуальной услуги можно заказать ролики с определённым сюжетом или определённым типом героини. Например, чтобы автор приставал и трогал именно школьниц. Или чтобы он проник в поленицу и снимал, как медсёстры ходят в туалет. Пока изучала тему, они заметили, что подобные каналы и чаты существуют далеко не только среди китайских пользователей Телекрама. BBC в прошлом году опубликовал расследование, в ходе которого обнаружились сотни Телекрам-каналов. Так, тихо, там чё-то было... В прошлом году опубликовал расследование... Сли фото и видео бывших девушек-содержанок. Так это же хрень, а не группа. Это же вот типичная хрень-группа для рекламы других пабликов. Это говно. Следование в ходе которого... Не то же, чтобы я проверял, просто, ну, я знаю, как это выглядит. Это всегда так, они такие именно. Сочная и молоденькая. Блядь, пиздец. Каким нужно, сука, быть опиздалом, чтобы написать слово сочное и молоденькое? Ну, я просто... Это... Я хочу посмотреть на этого человека, который выдал вот это... Вот эти... Вот это словосочетание. Это же можно назвать словосочетанием, несмотря даже на то, что есть и... Нет, наверное, нельзя. Малов составляло почти 2 миллиона человека. Иногда вместе с фотографиями публикуют ещё личные данные этих девушек о попытке пострадавших остановить распространение своих интимных фото, обращение к полиции, к мотераторам контентов, телеграммобыч... Ликс? Подожди, Ликс говорит слово сочное? Подожди, он реально говорит сочное? Вы шутите? Блядь. Сочное. Ничему не приводит. Некоторые даже были вынуждены... Ммм, ты такая сочная. ...на уехать из родины из-за слива своих фото и личных данных и вызванных этим обвинения и харассмента. К слову, я с самого начала уже подоложала на все эти 20 групп и каналов, которые я нашла в Телеграме и неделю спустя, заблокированы из них ноли. Не удивлен. Вообще не удивлен, на самом деле. Вот вообще не удивлен. Потому что они, скорее всего, приватные, и Телеграм такой, а, ну если бы они были бы открытые, то это была бы другая история. А приватные, как бы, похуй. Там может быть все, что угодно. До свидания. У кого-то число подписчиков выросло на несколько тысяч, прям на моих глазах. А кто-то объявил новую акцию, так как, цитирую, с наступлением лета производственная мощность увеличивается. Производственные мощности увеличиваются. Сука, производственные мощности увеличиваются. Охуеть. Это что, дрочить станут чаще или чё? Меня снимали дважды в туалете через щели под дверьми. Ну, в Китае многие общественные туалеты это напольные унитазы. И в тот, и в другой раз, кроме испуга в момент, когда увидела человеческую голову из-под двери. Чего? Господи, ебать, а у кого-то такое было из вас, что вы сидите, сытите в туалете и к вам просто мужик старый вот так голову просовывает. У вас было такое? Это вообще же, это как-то крепота, это какое-то сияние Кубрикова. Ну, правда, это что за пиздец? Я не испытывала ни гнева, ни стыда. Ну, сняли какую-то часть из моего тела и что, как бы... Такой What is Johnny? Это чайовский орган, который бывает у всех женщин. Соскучились по родному месту. Однако, так много лет спустя, когда сидела в этих чатах, один момент меня буквально разрывало. Я прям горела с лопа и два дня не могла успокоиться. Да неудивительно. Если бы, ну, я бы стал и какой-нибудь старый мужик бы такой проснул бы голову и такой здоровый чел, что делаешь, то я к минимуму... Ну, это было бы как минимум страшно. Я даже говорю, это очень сильно напоминает, по-моему, хоррор-историю Дзюнзиита. Может быть, вы даже помните ее, где в какой-то момент вся семья стала наблюдать за девушкой. Постоянно следить за ней. Она задает... Он постоянно задает вопрос, говорит, типа, что? Зачем вы за мной следите? А мы такие, мы не следим, ничего не происходит. Она ложится спать, они делают дырки, посматривают в глазок, она там уже даже отверткой бате глаз выбивает. Она такая, я не знаю, что произошло. Она начала, по-моему, начала, по-моему, убегать даже от них. Казалось, в городе, где тоже все смотрят друг за другом. Короче, очень стремная, некомфортная история. Но если вы фанат подобных вещей, советую вообще коллекцию Дунзеита глянуть, или хотя нет, любите аниме, можете прочитать. Хотя вот именно эта история, которую я сейчас вам описываю, она есть в аниме-адаптации. Найдете в интернете, если есть желание. В одном чате с любителями женского туалета снимают в некоторых локациях на постоянной основе. Поэтому в роликах и часто появляются одни и те же девушки. И чтобы про это нам было удобнее найти любимую героинь, да-да-да, коллекция, я же сказал. У него придумали для каждой девушки кличку и разделили их по хэштегам. Маленькая лысая, студентка косолапая, волосатая пастушка, черные древесные грибы, белые... Блядь, черные древесные грибы, б... корова и так далее. И тут меня прям охотило чувство унижения. Я не знаю, как вам объяснить. Эти девушки, они учатся, работают, у них чувства разных характеров, идеи, мечты, цели, к которым стремятся. Но для этих червей в туалетных канализациях единственная разница между ними это какого цвета и сколько волос. Женщины для них... Сочные, черные, древесные грибы. Я просто представил себе это. Не люди. Это общая черта всех этих людей, которые снимают, продают и употребляют подобный контент. Гунг-гунгский социолог Чэн Сяо Нэм провела интервью с 50 мужчинами, которые снимали под юбкой в общественных местах. И вопреки нашим представлениям о них как о каких-то маргинальных извращенцах, неудачниках, которые никогда не получали внимания от женщин, большинство из них вполне нормальные люди с хорошим образованием, престижной работой, счастливой семье, кто-то в отношениях с девушкой уже более 10 лет. А когда они начали рассказывать об ощущениях, когда... Ну так нахер такие отношения, если человек, ну, нормально, вроде бы в отношениях больше 10 лет и занимается таким извращением, но это же бред полный. снимали. У всех одни и те же слова. Это как снимать хороший вид. Это как снимать еду. Это просто одна из многих вещей, которые я снимаю. Но это ненормально. Я считаю, надо как-то фиксить. Ну, то есть, вариант братья сажать в тюрьму, переводя это в уголовный, мне кажется, это излишек. Но проводить, допустим, ну, то, чтобы они шли к специалисту, отправить им обязательный курс, когда, типа, ты обязательно должен за свой счет, вот это важный момент, чтобы неповадно было, за свой счет отправиться к специалисту и лечиться, типа, разбираться, что у тебя с головой, бла-бла-бла, потому что это ненормально, и ты как минимум влезаешь в личное пространство, как минимум. Давайте будем честны, если уж хочешь ты запишите какую-то вещь, допустим, девушку, там, парня, подойди, как это делают фотографы, вот, нормальный фотограф, они видят, допустим, девушку или парня, подходят, говорят, слушайте, вы очень красивы, я фотограф, хочу вас сфотографировать, они такие, да, конечно, базару нет, вот так нахуй, эээ, сука, из-под подмышки, это, ну, не назвать, что это, как вы что-то делаете красивое, ради искусства, это больше похоже на дурку, так что, ну, я за то, чтобы действительно люди просто шли к специалисту, разбирались, а там, скорее всего, уже этот вопрос решится, потому что, ну, я понимаю, вы хотите вздрачнуть, ну, ебаный в рот, откройте, сука, порнуху, воспользуйтесь воображением, да, я понимаю, там, у вас яйца кипят, но, блядь, влезать в чужое зону комфорта, это последнее дело, ну, так как не должен поступать цивилизованный человек, это полное говно, маю, один мужчина, не, я говорю, я в тюрьму считаю, что это излишек, правда, в тюрьму это излишек, а вот, пройти за свой счет, этот, к специалисту пойти, я думаю, это достаточно, тому же, человека скорее всего не будет, ну, окей, чувак просидит в тюрьме, выйдет и останется точно таким же, ну, вы просто, ну, думайте, немножко не наперед, ну, чел сядет в тюрьму, вы думаете, он сядет в тюрьму и такой, а, ну, все, я понял, бля, заебись, больше не буду так делать, нет, это не так работает, поэтому, к специалисту отправить, это, ну, по-моему, самый лучший вариант, ну, на мой взгляд, которого поймали на месте, перед рыдающей девушкой, зато, такой вопрос, почему она так реагирует, как будто я ее изнасиловал, а другой, когда жена обнаружила фото под юбкой в телефоне, так же был в недоумении от ее возмущения, когда мы с тобой путешествуем, я же тоже постоянно, везде снимаю, в чем проблема, между ними и представителями другого пола, как будто существует невидимая стена, которая глушит все голоса, с другой стороны, они смотрят, что у него, он еще кодер на свои голоса в голове, женщин, как на какие-то, неодушевленные объекты, на которых, а, отпустите его, он же красивый, ля, я вспомнил вот эту историю, помните, когда был, ля, это можно называть своим именем, ну, когда, когда паренек пришел в школу, и устроил, ну, ладно, короче, вы поняли, про что я говорю, ебаный твич, я не могу нормально выражаться, извиняюсь, и потом, какие-то девочки писали, отпустите его, он же красивый, за что его, да я не знаю за что, может потому, что он детей перестрелял, может потому, что он долбанутый, нахуй, психопат, которого нужно, ну, закрыть до конца его дней, а, ну, он же красивый, да бля, просто ебаный, я просто, ну, в шоке, нахуй, это пиздец, хотя осуждаю, осуждаю то, что он сделал, естественно, 10, грудь, попа и кинедали, на самом деле, от такой объективизации, они получают кайф, ибо она дает чувство власти, тут даже мало чем касается секса, у многих из них есть партнерши, обнаженных женских тел, полным полно в интернете, если любят именно туалет, то порно с такой постановкой, отпустите его, он же сочный, сука, сочный, я не могу вот с этого, сочный, ну, кто придумал это слово, я даже не просто не понимаю, когда говорят, сочное яблоко, даже я не говорю так вот, про фрукты, сочный, ну, правда, где можно использовать, кроме фруктов, вот, к чему можно отнести слово сочный, кроме фруктов, все, и то это странно звучит, а потом, он же сочный, какой сочный член, это же пиздец, кай тоже легко, а, да, ну, шашлык, да, да, шашлык, фрукты, и все, найти, но и секс партнерши, и порно снятые с согласием актрисы, не могут их удовлетворить таким образом, потому что то, что они ищут, это именно вопреки воле, думаешь, что ты человек, а в моей камере под юбкой, ты всего лишь одна, пи***, инструмент для удовлетворения, моего желания, а такого вывода, я была в ужасе, потому что это значит, что все наши попытки бороться со скрытыми съемками, наверное, бессмысленные, как бы, тщательно проверяешь каждый угол гостиничного номера, закрываешь все тырки, щели в туалете, носишь, так называемые. Ля, ну это реально плюс фобия, если я в Китай поеду, я вероятнее всего, рано или поздно поеду в Китай, потому что хочу вообще посетить ближайшие страны, ну, часто это суперфобия. Вам трусы безопасности под юбкой, не едь в Китай, почему, ты думаешь, что будут потом мои сочные фотографии в телеграм-каналах? Никогда никому не отправляешь интимное фото, даже во время секса, уделяешь внимание на то, где его... Кому не похуй на твой хуй? Чат вам похуй на мой хуй? Ну, давай проверим. Вот, видишь, судя по всему, им не похуй, мужик. Что, съел? А? У меня есть люди, которым не похуй на мой хуй. Завидуй. Потому что на... Телефон, это то, что мы китаянки сейчас и делаем. Ну, а какая разница, снимали, не снимали, ты была голая, не голая, идешь по улице в халате до пяток, и в их головах, тебя все равно уже родили. В этих группах нередко выкратывают фото девушек. Пока шу. Кстати, мне кажется, на самом деле, даже если бы я где-нибудь спалил бы свой член, это бы не сыграло абсолютно никакой роли. Ну, вот, правда. Вот, кроме того, что вы такие, а, ну, хуй, ха-ха-ха-ха-ха, вы просто порофлили бы как-нибудь, типа, ха-ха-ха, покажи хуй, ха-ха-ха, тебе не впервой, и забили бы хер. Но вот правда, мне кажется, было бы примерно так. Полно одетых, которые... Нет? То есть, вы хотите сказать, что если бы вы увидели бы мой член, вы стали бы ко мне плохо относиться? Да. Просто сидят и стоят, работают, но и на таких... Да, 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 хорошо, так что бы изменилось? Просто вопрос. Вы наоборот, должны были, ну, ко мне лучше относиться, если бы я показал бы хуй, потому что хуже, чем сейчас, ну, невозможно. В таких фотках, они все равно могут провести виртуальное, групповое изнасилование, а иногда, даже фото к ним понадобится, который, как у ритура, по которой воспитывается, такое отношение к женщинам не изменится, камера под юбкой никогда не исчезнет. Но я уже сказал, это нужно именно правоохранительные прям идти, и вот, ну, ты серьезно считаешь, что охеренный вариант хватать людей, которые где-то там, допустим, занимаются извращением в поездах, в автобусе, короче, просто в общественных местах, просто берешь, хватаешь его, ну, слушай, мужик, давай вместо штрафа, сука, за свой счет, пойдешь лечиться, ну, посмотришь с головой, может, у тебя там проблемы в детстве, и нормально, все, пошел. И чем, понимаете, чем меньше подобных людей будет, тем меньше будет покупателей у людей, которые работают сверху, воспринимая все это как бизнес. А если будет меньше людей, которые покупают эту херню, у людей, которые занимаются бизнесом, тем меньше они будут снимать подобную хуйню. То есть, это же вот так вот работает примерно. Вот и все.